Дальневосточная Республика Де Юрия независимое и демократическое государственное образование с капиталистическим укладом в экономике, провозглашенное на территории Забайкалья и российского Дальнего Востока, де-факто являлось буферным государством между Советской Россией и Японией образования ДВР. Поскольку на тот исторический момент война с Японией была для Советской России совершенно нежелательна, ЦК РКП принял решение о создании ДВР как буферного государства с демократическим устройством. Для руководства работой в марте 1920 года было специально создано Дальневосточное бюро РКП, члены которого А. Ширямов, А. М. Краснощоков и Н. Гончаров были направлены в Верхний Удинск для организации нового государства. Республика была провозглашена 6 апреля 1920 года учредительным съездом трудящихся при Байкалье, столице Верхний Удинск. ДВР была признана только РСФСР. Советская Россия официально признала ДВР уже 14 мая 1920 года, предоставив ей с самого начала финансовую, дипломатическую, кадровую, хозяйственную и военную помощь. Это позволило Москве контролировать внутреннюю и внешнюю политику ДВР и создать Народно-революционную армию на базе Красных дивизий. Провозглашение ДВР способствовало предотвращению прямого военного конфликта между Советской Россией и Японией и выводу иностранных войск с территории Дальневосточного края. И создало возможность для Советской России с помощью НРА разгромить несоветские республики Забайкалье, Приморье и Зеленый Клин. В то время на территории Приморья и Камчатки существовали местные просоветские автономные правительства. В Забайкалье власть принадлежала правительству российской восточной окраины, северной Сахалины и Уссурийской железная дорога фактически контролировались японскими войсками. На переговорах, состоявшихся на станции Гангата, японская делегация была вынуждена согласиться на эвакуацию своих войск из Забайкалья. Это дипломатическая победа Москвы и предательство колчаковских генералов осенью 1920 года, стоявших во главе Дальневосточной армии. Дало возможность НРА в октябре-ноябре 1920 года разгромить вооруженные силы российской восточной окраины Тамана Семенова. 22 октября 1920 года после длительных боев в части НРА и партизаны заняли Читу, которая стала новой столицей ДВР. В это же время японские войска эвакуировались из Хабаровска, что привело к действительному объединению дальневосточных областей в рамках Дальневосточной республики. На состоявшейся в Чите 28 октября 11 ноября 1920 года конференции представители трех областных правительств законодательно оформили объединение в Дальневосточную республику. Столица была перенесена в Читу, фактически на тот период ДВР контролировала Амурскую область, Хабаровский округ и Прибайкалье. 9 января 1921 года начались выборы в Учредительное собрание ДВР, задачей которого стала выработка Конституции Республики и создание ее верховных органов. Учредительное собрание ДВР открылось 12 февраля 1921 года. Большинство в Учредительном собрании получили большевики в союзе с представителями крестьянских партизанских отрядов. За время своей деятельности Учредительное собрание приняло Конституцию ДВР, согласно которой республика являлась независимым демократическим государством. Верховная государственная власть в котором принадлежит исключительно народу Дальнего Востока. 26 мая 1921 года в результате Белогвардейского переворота во Владивостоке и свержения Временного правительства Приморской областной земской управы, на части территории Дальневосточной республики возникло новое государство, Приморский земский край, административное деление. На момент образования ДВР включала в себя Амурскую, Забайкальскую, Камчатскую, Приморскую и Сахалинскую области РСФСР, территории которых совпадали с соответствующими областями Российской империи. 22 ноября 1920 года из части Забайкальской области образована Прибайкальская область, а из Сахалинской из части Приморской области и Приамурская область. 27 апреля 1921 года на части территории Забайкальской и Прибайкальской областей была создана Бурят-Монгольская автономная область. 15 ноября 1922 года ДВР вошла в состав РСФСР как Дальневосточная область, все составлявшие ДВР области переименованы в губернии. Органы власти и руководители ДВР в качестве органов верховной власти были избраны правительство во главе с большевиком А.М. Краснощоковым, которого в начале 1922 года сменил его однопартией ЦНМ Матвеев и Совет Министров. Высшим органом власти являлось Народное собрание ДВР. Оно сформировалось на основе выборов по пропорциональной системе представительства сроком на два года. По Конституции в Народное собрание должен был избираться один депутат от 15 тысяч граждан республики. Для военнослужащих один депутат от 7500 избирателей. Многопартийность предопределила порядок выдвижения кандидатов в депутаты Народного собрания. Кандидаты выдвигались списками партийными и общественными организациями, а также отдельными группами избирателей. НСДВР работала в сессионном порядке. Сессии могли быть очередными и экстренными. В промежутках между сессиями действовал президиум НСДВР. Экстренные сессии НСДВР могли созываться в случае необходимости правительством по его собственной инициативе или по требованию половины депутатов Народного собрания. Но в практике государственной жизни ДВР их не было. В ДВР действовали Народные собрания двух созывов. Народное собрание и созывы было преобразовано из учредительного собрания. И только Народное собрание двух созывов было сформировано на основании законодательства о выборах Народного собрания. Функцию систематического и непрерывного высшего руководства государством выполняло правительство, постоянно действующий высший орган государственной власти. В соответствии с Конституцией правительство избиралось Народным собранием на срок его полномочий, то есть на два года. Выборы правительства производились и на с ДВР при тайном голосовании и считались действительными при присутствии две трети всех его депутатов. Верховными исполнительно-распорядительными органами Дальневосточной Республики являлись Совет министров ДВР, Министерство ДВР, Центральный государственный контроль ДВР, Центральное статистическое управление ДВР. Совещательными органами при Совете министров являлись Высший экономический совет ДВР и Совет обороны ДВР. Министрами могли быть как члены правительства, так и иные лица. По Конституции министрами могли быть граждане ДВР, обладающие избирательным правом в Народное собрание. Для оперативного решения текущих вопросов СМДВР имел президиум. Президиум действовал от имени Совета министра. Последний утверждал все его решения. Территория ДВР делилась на области, области на уезды, уезды на волости. Конституция ДВР установила следующую систему местных представительных органов власти. Областные, уездные, волостные, городские собрания и уполномоченных и сельские собрания. Исполнительно-распорядительными органами области являлись областное управление и областные отделы. Исполнительно-распорядительными органами уезда, уездное управление и уездные отделы. Исполнительно-распорядительными органами города, городское управление и городские отделы. Исполнительно-распорядительным органом волости, волостное управление. Исполнительно-распорядительным органом села, сельский комитет. Наряду с ними в ДВР существовал Институт социальных уполномоченных должностных лиц. К ним прежде всего относились областные правительственные эмиссары. Причудатели правительства ДВР Александр Михайлович Краснощоков, Николай Михайлович Матвеев, председатель Совета министров ДВР, Петр Михайлович Никифоров. Деятельность ДВР, ЦК РКП и Совет народных комиссаров РСФСР держали под своим контролем решение всех важнейших вопросов внутренней и внешней политики ДВР. Военное строительство Народно-революционная армия ДВР изначально рассматривалась как одна из армий Советской России, опасаясь укрепления позиций ДВР и, соответственно, Советской России в Приморье. Японские интервенты и белогвардейцы 26 мая 1921 года путем переворота привели к власти во Владивостоке Временное Преамурское правительство, состоявшее из членов Белого движения и представителей несоциалистических партий. Начавшиеся 26 августа 1921 года переговоры между ДВР и Японией об урегулировании отношений саботировались японским правительством. В ноябре 1921 года началось наступление Белоповстанческой армии, которая 22 декабря 1921 года заняла Хабаровск. В этой сложной обстановке СНК РСФСР и ЦК РКП провели мероприятие по борьбе с дальневосточными сепаратистами в органах власти и укреплению обороны. ДВР из Народного собрания ДВР были удалены СР и социал-демократы, вместо Краснощекова, боровшегося за независимость ДВР в отношениях с РСФСР, главой правительства стал М. М. Матвеев. Военным министром был назначен В.К. Блюхер. В феврале 1922 года Народная революционная армия ДВР под командованием В. Блюхера перешла в контрнаступление и во взаимодействии с партизанскими отрядами нанесла белогвардейцам сокрушительные удары. 12 февраля 1922 года белые части генерала Молчанова были разбиты у станции Волочаевка. 14 февраля был занят Хабаровск. В итоге белогвардейцы отступили за нейтральную зону под прикрытием японских войск. В сентябре 1922 года они вновь попытались перейти в наступление, но вновь были разгромлены НРА, присоединение ДВР к РСФСР, укрепление международного и внутреннего положения советской России, ДВР, дипломатическая изоляция Японии на Вашингтонской конференции 1921-1922 год, и недовольство широких слоев ее населения продолжением интервенции на Дальнем Востоке заставили японское правительство эвакуировать свои войска из Приморья. 25 октября 1922 года войска НРА вступили во Владивосток. Рабочие Дальневосточные республики на митингах, организованных большевистскими активистами, требовали воссоединения с РСФСР, НСДВР 2 госозыва. Выборы, в которые были проведены летом, на своей сессии 4-15 ноября 1922 года приняло постановление о своем распуске и восстановлении советской власти на Дальнем Востоке. Позже, поздно вечером 14 ноября 1922 года командиры частей НРА ДВР от имени Народного Собрания ДВР обратились с просьбой включить ДВР в состав РСФСР в ОЦИК, который через несколько часов 15 ноября 1922 года включил республику в состав РСФСР как Дальневосточную область. Религия. Формально ДВР была светским государством. Конституция ДВР провозгласила принцип свободы совести, также зафиксировав, что пользование гражданскими и политическими правами совершенно независимо от вероисповедания и никто в пределах республики не может быть. Преследуем никакой властью и ограничиваем в каких бы то ни было правах за свои религиозные убеждения. При этом власти ДВР провозгласили принцип отделения церкви от государства и школы от церкви. Религиозное законодательство ДВР было мягче, чем советский декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Например, закон ДВР от 8 августа 1922 года давал зарегистрированным религиозным организациям право юридического лица. К тому же на практике осуществить секуляризационные мероприятия было трудно, так как власти ДВР не контролировали многие территории, на которые претендовали, поэтому секуляризация проводилась очень осторожно и в основном с 1922 года. Закон от 15 августа 1922 года введения Министерства народного просвещения передавал школьные здания и имущества, принадлежавшие РПЦ. Лишь весной 1922 года вышло разъяснение Министерства юстиции ДВР о том, что, согласно СТ-14 основного закона, установившее отделение церкви от государства, сделавшее исповедание той или иной религии частным делом каждого гражданина, дальнейшее существование домовых церквей при правительственных учреждениях не может быть допущено. Закон ДВР 27 июля 1922 года передавал архивы бывших духовных консисторий и всех других вероисповедных и административных учреждений передавались по месту их нахождения в соответствующие местные регистрационные органы. Однако на практике даже эти меры вряд ли были осуществлены до конца существования ДВР. Даже в Чите, столице республики, гражданская регистрация актов гражданского состояния была введена лишь в 1924 году. Среди верующего населения Дальневосточной республики наиболее распространенными вероисповеданиями были православие и буддизм. В период гражданской войны также распространился баптизм в значительной мере благодаря отсутствию целенаправленных преследований верующих со стороны властей и активизации иностранных миссионеров. Например, если летом 1919 года баптистская община Владивостока была очень маленькой, то к 1922 году она уже насчитывала 329 верующих. А баптистская община в Никольску с Суриском за 1919-1922 года увеличилась с 29 до 175 человек. Почти сразу после присоединения ДВР к РСФСР дали ревком постановлению от 28 ноября 1922 года распространил на территорию бывшей республики Январский декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви и инструкцию Народного комиссариата юстиции от 24 августа 1918 года о порядке. Проведение в жизнь декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви, культура, образования в ДВР существовали следующие университеты. Государственный Дальневосточный университет, Забайкальский университет, Прибайкальский народный университет, начальное и среднее и общее образование предоставлялись едиными школами. Музей Прибайкальский областной музей, Забайкальский областной музей, Амурский областной музей.